Здравствуйте, уважаемые подписчики, с вами на связи Артем Уточкин, и этим видео мы начинаем новую рубрику, которая называется «Прямая линия с Артем». В этой рубрике я буду давать ответы на ваши вопросы. На мою рабочую почту приходит очень много вопросов от любителей настольного тенниса по разным аспектам настольного тенниса. Я все эти вопросы складывал в отдельный файл и надеялся по каждому вопросу записать какое-то отдельное видео, но смотрясь в эти вопросы, я понял, что я не смогу записать по каждому вопросу отдельный урок, потому что вопросы часто касаются какого-то очень узкого места, какого-то очень тонкого нюанса настольного тенниса. И я решил сделать вот такую вот рубрику, в которой я буду в видеоформате отвечать на вот эти все вопросы. В видеоформате это сделать проще, потому что, например, когда я на онлайн-семинарах отвечаю на ваши вопросы, то мне голосом трудно объяснить какой-то момент, а, например, так, я этот момент вам очень легко, может быть, буквально за несколько секунд смогу показать. Вот, значит, вопросов накопилось, как я уже сказал, очень много. Я решил сделать где-то 2-3 таких пробных выпуска данной рубрики. Если она хорошо пойдет, если будет неинтересно, мы ее продолжим. В любом случае, в любом случае, вы можете писать свои вопросы, на которые я тоже буду в дальнейшем отвечать вот так вот в видеоформате. Если вы наткнулись на данное видео на YouTube, пишите на YouTube свой вопрос. Если вы на блоге смотрите данное видео, пишите на блоге свой вопрос. Эти вопросы я тоже буду складывать, наедине отвечать вот так вот в видеоформате. Только вот первые, наверное, там 2-3 выпуска я посвящу тем вопросам, которые уже были заданы. В каждом выпуске я думаю, что буду освещать где-то от 3 до 5 вопросов, может быть, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Будем смотреть непосредственно по вопросам, потому что я как-то не готовился так вот конкретно к ответам. Вот у меня есть файл определенный, я буду в него заглядывать и давать ответ на этот вопрос. Поэтому ваши вопросы вы также можете писать, я постараюсь на них в видеоформате ответить. Если вы наткнулись на данное видео случайно на YouTube и не знаете, кто я такой, незнакомый с моими видеоуроками, то вот сейчас справа от меня появится подсказочка. Можно по ней кликнуть, вы перейдете на специальную страничку, на которой можете подписаться и получить 6 закрытых бесплатных уроков по таким элементам, как техника наката справа, наката слева, техника подрезки, техника топ-спина справа. Вот эти уроки находятся в закрытом доступе, если же у вас там подсказка здесь не появилась, то ссылочка есть также в описании, зайдите и подпишитесь. Ну а мы начинаем как-то наш такой пилотный выпуск рубрики «Прямая линия с Артемом». Поехали! Чтобы вопрос был задан максимально правильно, я их всех вот себе на телефон записал и буду их прямо читать, чтобы ничего от себя не договаривать. Вопрос был следующий. Есть недопонимание в теме переноса веса, границы переноса, как натренировать и на какие ощущения ориентироваться. У себя часто замечаю перегруз правой ноги, замечаю, но не контролирую. У некоторых выражена некая массивность выполнения. Думаю, причина в неправильном понимании именно работы с весом. Думаю, тема достойной освещения. Нам писал один из подписчиков, и давайте немножко поговорим на тему переноса веса тела на работе с весом при топ-спине справа. Смотрите, многие думают, что при топ-спине справа имеет место именно перенос веса тела. То есть, как нам показывали в Советском Союзе, как говорят тренеры старой закалки, что нужно как бы вот так вот, если я стою в столу, то это будет вот так вот сесть на правую ногу и выполнить движение на левую ногу. То есть, как говорят, выполняется движение с правой ноги на левую. Здесь в самом вот этом объяснении закрадывается некая ошибка. Почему? Потому что топ-спин выполняется не с переноса с правой ноги на левую. Это очень долго и неправильно, потому что мы направляем мяч вперед, а вес получается как бы переносим с правой ноги на левую в бок. На самом деле движение выполняется за счет кругового движения ногами, тазом и туловищем. То есть, мы как бы немножко разворачиваемся на правую ногу. Обратите внимание, в чем разница. Мы именно разворачиваемся на правую ногу, но не опускаем туда вес тела. То есть, у нас представьте, что мы вот так вот стоим, вес тела сбалансирован, центр тяжести вот здесь вот находится. И мы, когда разворачиваемся на правую ногу, мы лишь немного центр тяжести переносим на правую ногу. То есть не весь вес тела, то есть мы не падаем на правую ногу, а мы лишь немного смещаем этот центр тяжести на правую ногу. При этом, если условно говоря, у нас в правой части 50% веса и 50% на левую ногу приходится, то в процессе поворота примерно где-то 65% веса тела на правую ногу уходит и 35% остается здесь. То есть полностью мы не проваливаемся. Вот эта массивность в переносе веса тела образуется именно от того, что мы проваливаемся на правую, а потом делаем на левую. То есть центр тяжести немножко смещается во время разворота на правую ногу, и потом во время кругового движения ногами, тазом и туловищем центр тяжести немножко смещается на левую ногу. То есть немножко, это примерно так, что здесь получается где-то 55-60%, здесь остается 40-45%. То есть центр тяжести, он все еще по центру, просто немножко больше уходит на левую ногу. И если вы будете действовать именно так, то у вас не будет вот этих перекосов, как бы вот в такой вот тяжелой работе с одной ноги на другую, потому что все, центр тяжести, он всегда как бы остается по центру, лишь немного мы его переносим за счет поворота на правую ногу, и за счет кругового движения потом он обратно у нас уходит на левую ногу. И такое движение более круговое, оно дает возможность как бы не просто качаться с одной ноги на другую, бессмысленно, да, потому что это никак не влияет на скорость полета мяча. А именно вот за счет того, что мы закручиваемся немного на правую ногу, дальше вот это круговое движение как бы идет вперед, мы вот в этот момент играем по мячу и посылаем мяч, вот скорость этого поворота, она входит в мяч, и мяч летит от нас быстрее за счет вот такого типа работы ног. И в конце, как бы мы не падаем на левую ногу, мы лишь немного центр тяжести чуть-чуть больше переходим на левую ногу. Вот здесь как бы самое главное, что это именно чуть-чуть, поэтому никаких, никакой массивности в таком варианте работы с центром тяжести при туп спине справа нет. Что касается туп спины слева, то здесь вообще, особенно когда мы играем там в пределах одного метра от стола, ноги как бы не идет переноса там с одной ноги на другую, ноги всегда находятся примерно в одном таком сбалансированном положении, и всю работу фактически по туп спину слева, в современном туп спине слева, выполняют кисть, предплечье, ну и немножко там добавляются, чуть-чуть добавляются плечи в движении. То есть это в старой парадигме настольного тенниса, когда играли с двух метров от стола, там как бы вот этот был перенос, при туп спине слева перенос ног, сейчас этого нет. Сейчас при туп спине слева очень активно используется скорость приходящего на нас мяча, ну и соответственно ноги находятся в таком вот четком сбалансированном положении. И чтобы вот этот момент был более понятен, по левую туп спину, я думаю, тут как бы не буду даже останавливаться, чтобы этот момент был понятен, по правому туп спину, посмотрите сейчас в замедленном повторе, как я выполняю правый туп спин, обратите внимание, что у меня нет такого, что я как бы ухожу полностью, весь вес тела к лобу на правую ногу, что идет именно вот такой вот поворот, и немножко из-за этого центр тяжести лишь слегка смещается на правую ногу и в конце на левую, обратите внимание. Итак, второй вопрос, вопрос как так же, как на онлайн-семинарах, если вы были на наших онлайн-семинарах, и будут вопросы абсолютно там по разным темам, там от инвентаря до хватки, от работы ног до тактики, и поэтому здесь тоже так же будет все перемешивание, то есть я не буду сортировать вопросы там по, например, там, вопросы по ту спину справа отдельно, вопросы по ту спину слева отдельно, я буду идти вот прямо так, фактически мне эти вопросы задавали. Значит, вопрос такой, Артем, интересно бы послушать, как заведомо слабому игроку успешно играть в паре с сильным игроком против сильной пары с точки зрения психологии. Ну, смотрите, когда играет в паре более сильный игрок и более слабый, основная задача более сильного игрока – это вести пару, то есть выигрывать большинство очков, вот, а задача более слабого игрока – именно подыграть в паре, то есть создать удобную, как бы, возможность для сильного игрока выигрывать очки. То есть что здесь в это входит? Основные моменты какие? Ну, если мы говорим про уровень игры, там, от, наверное, второго взрослого разряда, там, до кандидата в мастера спорта, то, во-первых, это подать короткую подачу, чтобы на того человека, который с вами играет, ну, если вы, условно говоря, слабый игрок, да, вот, если я слабый, я играю в паре с сильным, я должен подать короткую подачу, чтобы с подачи не пошла атака, это первый момент. Я должен очень хорошо сконцентрироваться на приеме подачи, принять подачу так, чтобы удобно было моему более сильному партнеру атаковать, и я не должен сорить вот в продолжении атаки, то есть, например, когда сделал мой сильный партнер начало атаки, и на меня потом пришел мяч, я лучше, должен в большей степени сконцентрироваться не столько там на силе продолжения атаки, сколько на игре по месту, чтобы, опять же, на моего сильного партнера потом пошел удобный мяч для того, чтобы он уже потом смог выиграть это очко. Дальше, например, когда я вынужден, ну, когда я должен начинать атаку, да, например, когда у меня идет удобный мяч для начала атаки, если я слабый спортсмен в этой паре, то в некоторых моментах, может быть, не стоит начинать атаку, а может быть, стоит сыграть как-то промежуточную игру по месту, таким образом, чтобы получилась более хорошая возможность для атаки более сильного спортсмена, потому что у более слабого в начале атаки может быть так называемый игровой ссор, то есть, ну, можно насорить очками. То есть, вот, основная задача с точки зрения и психологии, фактически, тактики, чтобы слабый игрок, он не лез сам решать ситуацию, чтобы он создавал условия для более сильного партнера, чтобы тот решал ситуацию. И, как бы, вот в этот момент, играя несколько, скажем так, более пассивно, несколько более стратегически, допустил бы минимум простых ошибок и максимум попаданий. То есть, вот так бы я характеризовал. Но, что касается конкретной тактики, то тут нужно уже смотреть по конкретной паре. И более сильный спортсмен, он, естественно, должен задавать вектора более слабому, как он должен сыграть, куда он должен сыграть, чтобы создать удобную возможность. Следующий вопрос, который мне задавали, это то, как проверяется, вот когда уже наклеена накладка на основание, как проверяется уровень вращения, то есть, какое получилось сочетание. Вот, здесь я попытался одному человеку объяснить в письме, как это делается, но словами это объяснить очень тяжело, намного проще, если я сейчас это покажу. Смотрите, это делается профессионалами вот таким образом, то есть, сначала мяч закручивается в одну сторону, и потом вот, то есть, вот так вот мяч закручивается, и потом по опускающемуся мячу подставляется ракетка, примерно вот с таким вот наклоном, и мяч должен скачать вверх. То есть, вот так вот раз, я ставлю, мяч отскакивает вверх. Я подкручиваю, ставлю, мяч отскакивает вверх. В чем смысл, ну, вот этого, так сказать, неупражнения, вот этой техники? Смотрите, когда накладка и основание работают вместе не очень хорошо, когда получается слабое сцепление, то, вот, например, я это сразу чувствую. Я делаю вот так вот, ставлю, примерно с таким наклоном, с которым я ставлю обычный, у меня мяч отскакивает не вверх, а он отскакивает, как бы, немножко вбок. То есть, бывает такое, что раз, так вот мяч отскакивает вбок. У меня, в данном случае, накладки от NRG 05, они цепляют очень хорошо, и мяч вбок не отскочит. Но, например, у разных накладок, там, более дешевых, особенно, которые, там, помягче, у них вращение сцепления с мячом более слабо, и вот так вот часто мяч отскакивает вбок. Вот, например, для некоторых это хорошо, то есть, это, как бы, создает большую скорость при игре, то есть, меньше вращение и больше скорости. Вот, например, мне, лично в моей игре, очень важно, чтобы мяч, чтобы я хорошо чувствовал именно сцепление накладки с мячом, чтобы контакт был достаточно долгий. Например, вот для меня было недопустимо, чтобы у меня сочетание оснований накладки давали бы такой отскок, чтобы я вот делал так, подставлял бы ракетку, и при моем наклоне, чтобы мяч отскакивал, как бы, больше вбок, не нужно, чтобы мяч отскакивал идеально ровно вперед. То есть, вот так вот проверяется именно сцепление, и, в принципе, профессионалы, они, вот, могут ракетку не пробовать, то есть, например, если им предлагают попробовать как-то вот ракетку, да, то есть, оценить, хорошая она, нехорошая, нравится им, не нравится, то они могут, не пробуя ее за столом, не играя, за счет, вот, несколько раз сделав так, в принципе, понять, какие скоростные характеристики у этой ракетки получились, и насколько комфортно им будет в игре. То есть, ну, понятное дело, что уже поиграв, это, как бы, изучится все лучше, но, в принципе, уже, вот, сделав вот так, вот, понятно. Поэтому я рекомендую вам, в том числе и для вашего чувства мяча, учиться делать вот такое вот, на каком, можно сказать, упражнение, и потом с помощью него вам будет, как бы, легко проверять, проверять качество получившейся ракетки, качество ракетки и других, чтобы понять, подойдет она вам или нет. Ну, естественно, чтобы делать вот так, вот, нужно уже уметь работать с мячом, то есть, нужно уметь, там, подавать подачу с вращением, нужно уметь выполнять подрезку, потому что, если вы не владеете, в принципе, вращением, то вам так вот будет сделать тяжело, потому что трудно будет закрутить мяч. То есть, вот, у многих, кто делает первый раз, у них получается не вот такая вот подрезка под мяч, а получается, как бы, такой толчок, то есть, соответственно, мяч, если вот так вот не закрутить и потом под него подставить, он, естественно, будет падать. То есть, мяч должен быть закручен, он должен быть закручен, и потом уже подставлена ракетка. Вот так вот проверяют профессионалы, что получилось из наклеенного основания и накладки. Ну, и, наверное, последний вопрос на сегодня, он звучит так. Хотелось бы видео, где объясняется, как играть, если соперник постоянно грузит под левую руку, а у тебя это слабая сторона, и в скобочках написано «не умею делать топ слева». Давайте разберемся с этой ситуацией. То есть, если вы играете правой стороной, у вас основная сторона – это правая, то вы должны себе, своей игрой создавать все ситуации для того, чтобы выполнить топ спин справа. Вот. И должны, как бы, отключать возможность, чтобы соперник вам играл косо влево. То есть, что для этого нужно? Смотрите, если вы играете по левой диагонали достаточно косо сопернику, то ему намного проще сыграть вам косо. И, соответственно, вы не успеете выполнить топ спин справа, не успеете полноценно зайти и выполнить топ спин справа. Здесь я рекомендую, когда вы играете по левой диагонали, направлять мяч не косо влево, а направлять мяч ближе к центру. Ближе к центру, чтобы соперник не мог вам сыграть очень косо. Когда вы играете ближе к центру, ну, например, это если будет там, где-то между центром левой половинки и центром стола, если вы будете направлять мяч примерно туда, то вам мяч уже будет возвращаться менее косо и будет намного удобнее выполнять топ спин справа. Это первый момент. Второй момент – это прием подачи. Например, если вы выполняете там короткий прием подачи, да, если вы это делаете в левый угол, вам опять же могут сыграть очень косо. Принимайте подачи в центр и больше в правый угол. То есть, если вы будете принимать подачи вправо, вам точно не пойдет косой мяч, потому что отсюда косо сыграть могут только игроки высокого уровня. Вам пойдет более понятный мяч в центр левой половинки, ну, либо в правую половинку. Но это уже будет для вас лучше, чем мяч, который пойдет косо влево. Дальше, например, в своей атаке также используйте центр стола, используйте правый угол, чтобы вам не могли сыграть влево. Тогда игра будет больше сводиться по правой диагонали, где вы, возможно, будете сильнее своего соперника. Ну и, соответственно, тоже свои подачи меньше их подавайте, особенно, например, с боковым нижним вращением, с боковым вращением влево, потому что оттуда может пойти очень косой ответ, сместите подачу немного больше, опять же, в центру, подача вправо будет отлично работать. То есть здесь все строится именно в организации игры. И когда, например, на вас все же пришел мяч, направленный косо влево, этот мяч вам неудобен, да, и вы вынуждены играть этот мяч пассивно, сыграйте этот мяч пассивно, но так, чтобы соперник не смог перейти в максимально удобную для него атаку. То есть используйте этот момент для того, чтобы сыграть неудобно сопернику. Опять же, сыграйте ему не в левый угол, чтобы он вам мог играть косо, а сыграйте ему в правый угол. Найдите у него узимую точку, его локоть, то есть его, как говорят на столе на теннисе, живот. Может быть, он оттуда ошибется или даст более удобный мяч вам. То есть будьте немножко в игре в этом плане умнее. Вот такие вот рекомендации я дам вам в ответе на этот вопрос. На этом первый выпуск прямой линии с Артемом мы завершаем. Я жду в комментариях ваших отзывов. Ну, если вы смотрите данное видео на YouTube, достаточно поставить лайк, чтобы я понимал, что вам это видео нравится. Пишите свой вопрос в комментариях к данному видео, пишите свой вопрос на моем блоге, если вы тусуетесь на блоге. Формулируйте свой вопрос достаточно точно, чтобы получить более точный ответ. Почему? Потому что всегда, когда вопрос ставится очень грамотно, как бы на него следует более грамотный, более корректный, более конкретный ответ. Также, если вы наткнулись, еще раз я говорю, на это видео случайно на YouTube, то вот сейчас справа от меня вылезла подсказочка, и ссылочка также есть в описании к данному видео. Подпишитесь и получите 6 закрытых видеоуроков от меня по базовым элементам техники настольного тенниса. Уроки адаптированы именно для любителей. У меня на этом все. Жду ваших вопросов, жду ваших комментариев. И до встречи во втором выпуске рубрики «Прямая линия с Артемом». С вами был Артем Утасович. Меня желаю вам прекрасного дня и успехов в настольном теннисе. Пока!